Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем изучение книги «Второзаконие», и сегодня мы будем читать 16 главу этой книги. Здесь повторение законов о празднике Пасхи, Пятидесятницы, Кущей. Устройство суда, запрещение садить рощи и ставить цилиндрические изваяния при жертвеннике Господу. Ну, как сейчас вокруг Москвы какие-то пирамиды ставят, тоже какие-то изваяния, а нам даже не объясняют, почему. Итак, читаем. «Наблюдай месяц Авив и совершай Пасху Господу Богу твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь Бог твой из Египта ночью. И заколай Пасху Господу Богу твоему из мелкого и крупного скота на месте, который изберет Господь, чтобы пребывало там имя Его». А почему здесь подчеркивается, что выход был ночью? Ночью организованно выходить достаточно сложно. А мы знаем, что они выходили станами, то есть полками, очень организованно. Это само по себе чудо. «И заколай Пасху Господу Богу твоему из мелкого и крупного скота на месте, который изберет Господь». То есть Пасху можно справлять с жертвоприношением только в храме, чтобы пребывало там имя Его. А вот в синагогах евреи отмечают Пасху только молитвой, только песнопением. Там нету ни кождений, ничего нету, потому что, собственно говоря, храм разрешается иметь только в одном месте на планете. Это храмовая гора в Иерусалиме. Далее. «Не ешь с нею квасного, семь дней ешь с ней опреснаки», то есть с пасхальной трапезой, «хлебы бедствия, ибо ты с поспешностью вышел из земли египетской». Здесь вот это маца, пресный хлеб, называется хлеб бедствия, потому что это очень бедные люди делали такой хлеб, или которые в бегах были. Их преследовали. «Дабы ты помнил день и шествие своего из земли египетской во все дни жизни твоей. Не должно находиться у тебя ничто квасное во всем уделе твоем в продолжение семи дней, и из мяса, которое ты принес в жертву вечером в первый день, ничто не должно оставаться до утра». То есть все, что именно это квасное, то, что киснет, все это собирается и уничтожается, или съедается. Пока еще можно это делать. «Не можешь ты заколать Пасху в котором-нибудь из жилищ твоих, которые Господь, Бог твой, даст тебе, но только на том месте, которое изберет Господь, Бог твой». То есть в своем доме, даже в прекрасном дворце нельзя, только в храме. «Но только на том месте, которое изберет Господь, Бог твой, чтобы пребывало там имя Его, заколай Пасху вечером при захождении солнца, в то самое время, в которое ты вышел из Египта». То есть это делалось, они выходили ночью, и все эти действия тоже осуществлялись в ночи. Это трапеза пасхальная. «И испеки, и съешь на том месте, которое изберет Господь, Бог твой, а на другой день можешь возвратиться и войти в шатры твои. Шесть дней ешь пресные хлебы, а в седьмый день отдание праздника Господу Богу твоему не занимайся работой». То есть какую-то часть праздника – это в храме, поближе к храму, а какую-то часть можно дома. Пасха – это именно седмица. «Семь седмиц, отсчитай себе, начинай считать, семь седмиц с того времени, как появится серп на жатве. Тогда совершай праздник седмиц Господу Богу твоему по усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чему благоволит тебя Господь, Бог твой». Речь о празднике Пятидесятницы начинается постепенно. «И веселись пред Господом Богом твоим ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, который среди тебя на месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там и имя Его. Помни, что ты был рабом в Египте, и соблюдая, исполняй постановление Его». Вот на саму Пасху еврейскую, на Святой Земле, там полба вырастала, собиралась, а на Пятидесятницу пшеницу собирали. «Праздник кущий» – это уже после Пятидесятницы. «Праздник кущий совершаю в себя семь дней, когда уберешь сгумна твоего и источила твоего, и веселись в праздник твой, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, вдова, который в жилищах твоих. Семь дней празднуй Господу Богу твоему на месте, которое изберет Господь Бог, это поближе к храму, чтобы призываемо было там имя Его, ибо благословил тебя Господь Бог твой во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться». Вот эти три основных праздника, прежде всего, мужские праздники – это Пасха, это Пятидесятница и это кущи. Кущи – это делаются такие шалаши в Москве, в Петербурге, в Иерусалиме, по всему миру. Евреи стараются жить в этих кущах, шалашах. Почему? Потому что они вспоминают, когда народ Божий выходил из Египта, они жили вот в таких кущах. Помните, апостол Петр на горе Фавор, он сказал, сделаем тут три кущи – Иисусу, Моисею и Ильи, потому что, скорее всего, было то самое время, да не куща. «Семь дней праздну Господу Богу Твоему на месте, который изберет Господь Бог Твой, чтобы призываемо было там имя Его, ибо благословит Тебя Господь Бог Твой во всех произведениях Твоих и во всяком деле рук Твоих, и Ты будешь только веселиться». И считалось, в еврейском народе, если вот бесплотная семья, детей нету, они должны зазывать каких-нибудь родственников, знакомых побольше в свою кущу. Чем больше они людей, даже посторонних, принимают в свою кущу, кормят бесплатно, и спиртное там ставится на стол, тем лучше они проживут этот год. Вот было такое представление. Но оно соответствует библейскому понятию, не скудевает рука дающая. «Три раза в году весь мужской пол должен являться пред лице Господа Бога Твоего на место, которое изберет Он». Вот почему я сказал, что это больше мужские праздники, хотя и женщины, и дети все все это праздновали. А вот мужчины должны были приходить именно в храм. Они не могли приходить с женами и с детьми, потому что тогда храм был бы переполнен. Но если была возможность, брали детей. Мужчины должны были приходить в праздник опресноков, в праздник седмиц, и в праздник кущей. Опреснок – это Пасха, седмицы – это Пятидесятница, и кущи. И никто не должен являться пред лице Господня с пустыми руками, но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога Твоего, какой Он дал тебе. Господь тебе посылает, поделись с теми, у кого ничего нет. Потому что все мужчины приходили, но не все имели достаток. Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог Твой дает тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам Твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Я думаю, что связь с праздниками и с законом судьями не случайна. У Исаии сказано «беззаконие празднование». Во время праздников люди иногда расслабляются и делают то, что непотребно. не извращай закона, не смотри на лица, то есть не смотри, там, бедный человек или богатый, и не бери даров, то есть взяток, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых, то есть искажают дело правых. «Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землей, которую Господь Бог Твой дает тебе. Не сади себе рощи из каких-либо дерев при жертвеннике. Господа Бога Твоего, который ты сделаешь себе, и не ставь себе столба, чего ненавидит Господь Бог Твой». То есть рядом с местами почитания Бога не надо делать каких-то бессмысленных строений, там, архитектурных конструкций, которые могут своим видом отвлекать людей от самого главного в празднике, от благоговения и радости и веселья о Господе. Спасибо вас, Господь, если будем живы, в следующий раз будем читать 17-ю главу книги «Второзаконие». С Богом!